Около полудня самолет «Дельфин» Одесского авиационного завода совершил жесткую посадку в районе 6-го километра Видеопольской дороги. По информации полиции, самолет совершал сертификационный полет, чтобы понять, можно ли его использовать в дальнейшем. Он вылетел в 11.55. В 12.14 командир сообщил о необходимости аварийной посадки. В 12.16 пропала связь. На борту находились квалифицированные летчики. Оба с многолетним стажем полетов. За штурвалом был летчик высококлассный, который выполнил полеты не только тут, а и за кордоном. Другий пилот у нас тоже, можно сказать, это два наиболее опытнейшие наши пилоты. Пилотов нашли на месте крушения без сознания. Командиру Олегу Синице было 66 лет. Он погиб на месте. Второму пилоту Юрию Жуковскому 65. Его в тяжелом состоянии госпитализировали. Но травмы оказались несовместимыми с жизнью. И летчик скончался в больнице. Поступил сегодня в 13.10 в агональном состоянии с множественными травмами грудной клетки, черепно-мозговой травмой и скелетной травмой. Проводились реанимационные мероприятия прямо при завозе в реанимацию на каталке скорой помощи. К сожалению, 50-минутная реанимация не дала ополочных результатов и пациент скончался. Распространенная, но не единственная версия причины катастрофы – внезапная остановка двигателя. В таком случае понятно, почему пилоты не смогли посадить машину на аэродроме. Но некоторые считают, что командиру экипажа стало плохо. Точно сказать, почему разбился самолет, можно будет только после технической экспертизы и выводов судмедэкспертов. Полицейские изъяли план полета, где указаны его цели маршрута, а также видеорегистратор. На месте аварии продолжают работать криминалісти. До завтра будет проводиться огляд места подея. Подея будет обеспечена охрана вказанного летака до закінчения работы комиссии. В подальшем будет визначено перемещение вказанного летака. Скорее всего, с главным инженером будет вырешено, он будет транспортирован на авиазавод, где также будет обеспечено охрана и охрана. В самолете два топливных бака. Один был заполнен, другой – полупустой. Когда дельфин ударился об асфальт, возникла угроза возгорания. Действовались заходы по сметтю пально-мастильных материалов, которые уже были на проезжей части, а также потом здействовались заходы по заполнению баков водой, с метою уменьшения риска возгорания. В первом окрушении самолетов полицию сообщил очевидец. В соцсетях мужчина рассказал, что оперативники приехали через 5 минут после ЧП, а скорая – лишь через 15 минут. К расследованию приступила специально созданная комиссия. Следующим управлением будет внесена статья 276 Криминального кодекса Украины. Это за частину третью, так как потягнула смерть человека, порушение правил безопасности руха повитренного транспорта. Кроме того, следователем Малиновского, отделу полиции будет внесена статья 115-го вбивство с соответствующим позначением несчастного выпада. На месте происшествия видно, что летчики уводили падающий самолет от складов и построек, пытаясь приземлить его на узкой асфальтированной дороге. Но эксперты уже установили – первое касание произошло носовой частью под углом примерно 45 градусов. Кок винта четко отпечатался в мягком нагретом асфальте. После жесткого удара о землю у летчиков практически не оставалось шансов спастись. Самолет не дотянул всего 200 метров до поля, где можно было совершить посадку на грунт. Свой первый полет крылатая машина сделала в 2010 году, но оказалась невостребованной. В конце мая завод возобновил испытания воздушного судна. После катастрофы судьба проекта останется под вопросом.